Тема наша, она будет вытекать из текста, который будем читать Евангелие от Иоанна, 3 глава сначала. Между фарисеями был некто именем Никодима, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Тема наша – это рождение свыше или возрождение. Возрожден ли ты? Имеешь ли ты в своей жизни действительно возрождение? Если этого в твоей жизни нету, к чему вся твоя жизнь? К чему все это? Можно много-много-много-много слушать разных тем, а если ты не возрожден, зачем тебе все это? Смотрите, разговор двух людей, встреча такая, которая поменяла самого Никодима. Он приходит и говорит Иисусу, смотрите, как он начинает свою речь. Он как бы не то, что, знаете, он знал об Иисусе. Он понимал, кто такой Иисус, и он начинает так издалека к Иисусу, подходит и говорит, Иисус, он не как бы я. Он говорит, мы знаем, что ты от Бога. И кажется, он просто дает утверждение. Но в этом утверждении звучит немой вопрос, а как мне быть дальше? Что мне делать, как мне быть, как мне жить? Собственно, как моя жизнь должна поменяться? Давайте посмотрим, кто он был. Чего он искал и что он имел в своей жизни? Человек был учителем. Знаете, в то время в Израиле, чтобы стать учителем, это не просто, о, ничего себе, какой хороший человек, давай-ка его хорошо говорить, давай его учителем взял. Нет. Чтобы стать в Израиле учителем, там действительно нужно, чтобы у тебя был авторитет. Авторитет жизни. На тебя должны были посмотреть, это не просто человек там с улицы, или просто какой-то странствующий такой человек, который любит говорить слова. Раньше в Греции было такое распространенное, что люди ходили мудрецы и говорили, мы можем учить. Приходят, наймите учителя для своего ребенка, мы можем учить, мы вот это, вот это узнаем. Ну хорошо, послушаю, набирали этих учителей, и они занимались учением их детей. Вот в Евреях было не так. Он был фарисей. То есть человек, который дисциплинировал себя, он не просто был, знаете, по воле чувств. Настроение есть, пойду на собрание. Духовно общаюсь, беседую, нет настроения, все, отстаньте от меня, я сегодня у меня выходной. У него так не было. Это человек, который не имел выходных от своего понимания жизни и понимания жизни пред Богом. Это человек, который был дисциплинирован в финансах. Они отдавали десятину от всего. Они в этом были щепетильно ответственны. Он был щепетильным в своем отношении к жизни. Люди смотрели, как он живет, как он поступает, что в его жизни, как есть. Он был во всем этом порядочен, во всем этом был дисциплинирован. И он, смотрите, он еще был начальником. И его начальство, и его учительство, оно соединялись в том, что, я думаю, у него были ученики, и этот человек был, ну, не просто, знаете, такой человек, просто, знаете, диктатор какой-то. Достаточно мудрый, способный, талантливый педагог в своем времени, который учил закону Божию. И он это превращал в свои жизни. Поэтому у него был авторитет, у него было знание. Поэтому, когда он не участвовал в сговоре против Иисуса Христа, никто за это в него не поставил такую серьезную вину, и никто его не прижал к стене, не лишил его всего. И плюс к этому всему, я думаю, что в то время, когда человек ставился учителем, или, предполагаемо, раввином того времени, ни один раввин того времени не был, чтобы он просто имеет богословские знания, но не имеет какого-то финансового достатка. Не потому, что его ученики ему платили, а потому, что тогда это было само собой разумеющийся. Человек, который служит, который учительство, у него всегда внутри и в понимании этого времени, он достаточно посвящал времени, он должен был обеспечить свою семью, то есть он был в достатке, достаточно зажиточный, богатый человек. Он жил в Иерусалиме, у него были свои ученики, он понимал и учил. И вот в его жизни, в его ученице случается такой момент, что он встречается с Иисусом Христом. Иоанн Креститель начал свое служение, многие люди идут каяться. Потом Христос говорит, пока, если бы приблизилось Царствие Божие, и потом Христос проповедует о Царстве Божие как самом таковом. Он говорит о законах Царствия Божия, как оно все распространяется. Все это он говорит, и теперь Никодим все это слушает. Он смотрит на Иисуса, смотрит, как Иисус общается с людьми, смотрит, что за Иисусом-то кто идут? Все люди, возможно, и его ученики Никодима там были, возможно, ученики ему рассказали, ты знаешь, какой Иисус, ты знаешь, что он говорил? Он говорит, вот это, вот это, вот это. И вот представляете, мировоззрение Никодима. Он посвятил этому года, может быть, десятки лет. И теперь он это говорит. И теперь в случае слышит такое что-то, что-то внутри его, в душе его меняется в другую сторону. И когда он приходит к Иисусу, вы знаете, он говорит, ты от Бога. В то время люди уже, и фарисеи, и те, которые правящая верхушка, они были теми людьми, которые вообще не верили ни в воскресение, ни в загробную жизнь. Их представления, это были правящая верхушка, тогда были саддуки, их представления о Боге, это что-то такое. Но фарисеи не понимали, верили, да? И теперь он смотрит, говорит, ты от Бога. И дальше у них как бы немал вопрос, что делать дальше? Все, что я учу, все, что я понимаю, все, что я знал, оно как будто бы не работает. Как будто бы голова набита знанием, я их учу, но они не становятся другими. Я хочу что-то больше, я хочу что-то другого, более глубокого, состоятельного, которое бы способно было, чтобы жизнь шла в другую сторону. И когда он этот вопрос задает Христос, Христос был сердцевидец, он дает ему, знаешь, что говорит, истинно-истинно, то есть это еврейский акцент такой, когда он два раза это говорит, это стопроцентно истина. Истина из Божьих уст. Истина от того, который пришел от Бога. И он что говорит? Он говорит, Никодим, тебе нужно чуть-чуть подтянуть твое богословие. Никодим, ты от правящей верхушки там церкви, немножко чуть с руководством поработать, и вся ваша церковь поменяется. Все будет хорошо. Он об этом говорит. Вам немножко нужно ваше служение трансформировать, вам нужно перестроить немножко, сделать так, чтобы привлечь еще больше людей. Сделайте как-нибудь более по-современному, подредактируйте, сделайте так, чтобы масса, вам нужно чуть-чуть планку понизить, вам нужно тут расширить, тут добавить, тут изменить все. Об этом говорит? Нет. Он говорит, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Он как бы Никодим говорит, ты внутри себя, в глубине души своей, ищешь Царство Божие. Ты хочешь этому научить, но через учение невозможно это дать. Невозможно быть такой богословской, большой головой, все зная, и ничего не делать. Невозможно получить или иметь Царствие Божие. Невозможно достичь этого. Невозможно через... Вот сегодня мы собрались на семинар, уже второй день, да, достаточно популярно, смотрю, что мы все здесь есть. С какими целями сюда пришли? Если просто набить свою голову знаниями, быть такими способными, талантливыми, все знаешь, на все стороны, вопросы, богословия, разбираться, к чему это все это дело. Здесь он говорит, не увидишь Царствие Божие, невозможно увидеть Царствие Божие, если нет возрождения. Для нас привычнее, когда мы говорим покаяние. Времена наших отцов, когда они были, это было более доступно. Знаете, им само собой понимаешь, они выросли в то время, когда в церкви были люди, которые действительно отцы их там страдали, умирали, не возвращались из тюрьмы. И для них понимание, он понимал, что он иссякается, у него все в жизни меняется. Для него покаяние, это не просто волна чувств или осознание своей вины. Мне стало плохо, я попался, меня обличили в том, меня засекли на каком-то сайте, там остался мой адрес, или еще кто-то, еще что-то, попал, все, надо срочно и текается. Или еще на членское попадешь, или родители узнали, или служителю кто-то что-то, или какая-то сплетня в молодеже. Нужно срочно покаяться, затушить всю воду, чтобы никто ни в коем случае не вскрыл мою такую похабную, лживую натуру. Нет, я как-нибудь исправлюсь. Покаялся, все. И погреб по своей жизни, поковылял дальше. Нет, он не к этому говорит. Он говорит, родиться свыше должно родиться, то есть это должно произойти. Вот для наших отцов это покаяние, оно, можно сказать, соединялось с этим. Оно было соединено, покаяние, оно было отождественно возрождению. Когда они каялись, в то время, когда они каялись, они понимали, что это происходило. Подчас это всегда просто в тот же день, через какое-то время. Но в наш век, наш век информации, когда наша голова подчас такая накачана, мы столько много знаем, мы столько много информации поглощаем, и уровень нашей развращенности гораздо глубже подчас. Мы на полной темы знаем то, мы много что знаем, но подчас для нас покаяние стало, это просто разгрузка нашей совести. Снять напряжение внутри. Избавился, легче стало. Легко. Ну и слава Богу, покаялся. И пошел дальше. Здесь он не об этом говорит. И для нас, друзья, пришло время, когда нужно говорить о возрождении. Именно о возрождении. О возрождении, когда что-то меняется у тебя. Покаяние – это первое, что мы делаем. Само процесс спасения – это непрерывная совокупность действий Божьих и человеческих ответов на эти действия. Бог воздействует на человека словом и духом, а человек отвечает покаянием. И вот я сознаю, что я грешник. Не из-за того, что мне стало плохо, не из-за того, что я в какую-то такую грязь залез, что теперь у меня же само у себя, я сам себя заненавидел, побежал сразу, слушай, что-то меня аж трясет от этого. Пойду обязательно покаюсь, все. Покаялся или там для кого-то исповедовался. Разгрузился у служителя. Молодец. И дальше жизнь пойдет, как и шла. Нет. Здесь сам процесс спасения это то, что Бог воздействует на нас Духом Святым. Он обличает о нашей греховной сущности. Он дает нам этот плач и скорбь о наших грехах, о нашем греховном состоянии. Он дает нам вот это сожаление о том, что наша жизнь такая никчемная и пустая. Он дает нам вот это направление к тому, что если я вот так дальше по жизни пойду, я просто погибну. Он дает сознание того, что тебе действительно нужно покаяться и покаяться не потому, что у тебя есть чувство вины, что-то ты сделал плохое, не за конкретный поступок, а за свои сути, за свои греховные, испорченные, пакостные такой натуры. Из-за этого нам нужно каяться. И Христос Духом Святым обличает нас в этом. И если мы каемся за какой-то конкретный поступок или за какой-то вот дружба началась. И теперь я все, такая дружба, все, мы так далеко зашли, все, надо каяться, все, побежал каяться. Не из-за этого надо каяться, а за свой греховный совет. Ты туда тянешь, ты к этому липнешь, ты об этом думаешь, что туда стремишься. В твоих мыслях совсем нету Бога. Ты далек от Него, безнадежно далек. И не потому, что ты попался в этом грехе, куда-то в какую-то грязь залез, или в этом, или в этом. Не из-за этого. Каяться из-за того, что ты, ты без Бога, ты чужой Богу. Когда это возрождение происходит, когда человек кается, осознает свою греховность, он приходит к Богу и просит у Него прощения. И когда Бог, когда человек просит прощения, он раскаивается, он рассказывается, Господи, прости меня за то, что я грешник, за то, что я много-много зла делаю. Кто-то перечисляет, кто-то не перечисляет, но само суть, вот это осознание, своей греховной сути. Приходишь к Богу и плачешь о своих грехах, раскаешься, свою злобу, все свое сердце открываешь. А как много таких грехов, которые люди просто полны зависти, ненависти, зла на этот мир. На этих людей в церкви, на этих людей, братьев, на этих служителей, на эту молодежь, на этих подростках. У них, знаете, у них просто очень много зла. Они не делают больших грехов, каких-то таких, может быть, которые мы считаем, вот за вот эти грехи надо каяться. Но это просто сердце, как комок зла. Нету никакой благодати от него. Ничего доброго от него нету. Может, он себя сдерживает, может, он так, и так, достаточно благополучно одет, все, у него жизнь нормальная. Но само суть, сердце, оно злое, оно напитано, как губка, вот этим, как этим соусом зла. И все у него, и подколы такие, и слова такие, и юмор такой, и взгляд такой, и отношения такой, и жизнь такая, и сам он такой, думаешь, не касаться его ни в коем случае. Он живет такой, и считает себя возрожденным, и счастливым, и все у него в жизни хорошо. Но когда возрождается, когда человек все это осознает, он приходит к Богу, и просит у него прощения. Что происходит дальше? Когда есть действительно осознание своей греховности, это не чувство, это больше такое глубокое осознание своей нужды в Боге, тогда происходит, что в ответ, Бог посылает Духа Святого в нашу жизнь. И дальше он Никодиму объясняет, говорит, Никодим, понимаешь, это же не то, что ты чувствуешь этот ветер, ты можешь его схватить, этот ветер, ты можешь сказать, ветер, остановись, подуй вот именно вот здесь. Да, если какую-то аэродинамическую трубу ты поставишь, какую-то, ну что-то, может быть, ты пару жизней свою подстроишь, как-то все. Но, по сути, он говорит, когда Дух Божий приходит, мы не можем сказать. Мы не можем сказать, когда вот в этот момент Дух Божий коснулся, моя жизнь поменялась. И подчас, из-за этого у нас все вот эти наши проблемы. А я не возрожден, а я не спасен, а Дух Божий меня не коснулся. Почему? Потому что, ну вот, нет вот этой конкретной даты. Раньше было, раньше было проще. Когда, допустим, наши отцы, как-то еще раньше. Бывают такие. И, знаете, вот статистика говорит о том, что те люди, которые в христианском служении, служении Богу участвуют, подчас это люди, которые именно, больше всего именно люди, пережившие ярко свое возрождение, ярко свое покаяние. Вот они были такие грешники, и вдруг какая-то волна сколыхнула, тряханула их жизнью, все, они пришли к Богу покаясь, и у них все. Вот тогда, в тот момент, я покаялся. Тогда у меня Бог вошел, тогда моя жизнь изменилась. Но подчас это не чувство. Это непонятное, как-то сокровенное, что происходит внутри, когда Бог приходит в мое сердце, в наше сердце, начинает там жить, начинает там наводить порядок. У кого-то это сразу происходит, может поменялся, у кого-то это происходит постепенно. Но это Бог действует в нашей жизни. Это не наше. Бог дал нам частичку природы Иисуса Христа в нашу жизнь. И вот теперь вот эта природа Иисуса Христа в нашей жизни, она произрастает, она растет, она приносит плод. А в нашей жизни появляются плоды Духа. В нашей жизни все меняется. Что же происходит, когда возрождение, ну как бы, когда человек возрожден? Что это означает? Ну, как мы уже говорили, что в основе это лежит, что сознание то, что мы сами испорчены, ничего в нас доброго нет. Наша натура, она испорчена, пропитана грехом. Мы духовно мертвы, ничего в нашей жизни нет. И с Божьей точки зрения все люди мертвы. И вот теперь, когда мы это в сознание, Духом Святым приходит в наше сердце, мы просим Бога покаяния, Бог входит в наше сердце. Что происходит дальше в нашей жизни? Наша жизнь начинает потихонечку меняться. Как она меняется? Смотрите, в нашей жизни появляется покорность Его воли. Вот как это? Покорность воли Божьей. Почему дети чаще всего просят, каятся и просят прощения Господи, прости, что родителя не слушал? Потому что в их жизни четко, ясно понимают их успех и благополучие в семье, да и наше, пока мы с родителями живем, это нашу волю подчинять воле родителей наших. И если мы свою волю подчиняем воле родителей стопроцентной, в той семье, какая бы она ни была, какой бы ни была у тебя отец и мать, тебе гарантирован успех от Бога. И теперь, когда ты возрожден, когда ты полюбил Бога, когда ты попросил Бога прощения, Бог тебе дал природу Иисуса Христа, неизвестно откуда, но у тебя появляется вот это желание жить по воле Божьей. Что еще мы можем наблюдать? У нас появляется желание выполнять только Его волю. Как же так? Хочется и это, и это. И тут независимо от того, если раньше всегда ходил там в кинотеатр или в какой-то кабак, а тут надо же какого-то потянуло сердце, сердце тянется на молодежное. Ты или это? Ты или тот человек, который все? А что делать, когда ты всегда ходил на собрание? Очень хорошо можно заметить, вот сидит, он издевается. Знаете, есть проповедь, нету. Проповедь нехороший, его внимания хватает на 15 минут. Все. Дальше погружает, достает свой телефон, и так же дальше там. Он там и остается. Ну, может быть, он думает, что он конспектирует, конечно, проповедника. Но подчас это просто как бы это его тип жизни. Он привык к этому. Это его времяпровождение. Это его лучший друг. Там его лучшие друзья. Там обрывки этих, так сказать, внимания он получает, и он этим довольствуется. Но что-то происходит, он убирает это из своей жизни. Он чистит свой телефон, он смотрит свою библиотеку, почищает. Он заглядывает в свой гардероб, что это такое. Откуда это приходит? Это желание, чтобы воля Божия его жизни исполнялась. И у него появляется желание прославлять Бога. Знаете, как подчас мы прославляем Бога для галочки. Я помню, лет 15 назад ко мне подходит руководитель, а что вы там пели? Я говорю, песня. Нет, ты на себя со стороны-то посмотри. Вы там не пели, вы просто себя, вот прям вот, вы просто себя там выставляли. Что, серьезно, что ли? Ты, просто другими глазами посмотри, ты спроси у людей, как вообще это все выглядит. А мне-то казалось, что это вообще, действительно, мы старались, мы готовились, Все, и я так пред Богом привел, да вроде и такого не было. ты со стороны на себя посмотри. Сколько в нашем служении, в молитвенном доме, в наших хорах, оркестрах, себячества. Вот этот селфи, это переводится как себя. Понимаете? Эти себяшки у нас в наших оркестрах, хорах, даже проповедях, в нашей работе. Понимаете? Сколько этого себячества. И тут смотришь, те же самые слова поет, то же самое действие держит. А какая-то благодать от этого идет. Какая-то мысль идет по-другому. Как-то что, совершается какое-то действие Божие непонятное. Если раньше, то смотришь, эту песню слушаешь, не работает. А тут смотришь на одной молодежной конференции, они, вот эту песню, «Тихо встала заря», о Петре, что Христос спрашивает Петра, я думаю, знаете эту песню. И они в начале молодежного всегда вот эту делали песню. Они поют ее в начале, в начале дня, люди собираются, все, с этой песней все. Люди слушали эту песню на дисках, она ничего не производила. Вот приехали на молодежную конференцию на третий день, они только начали петь эту песню, и люди просто осознали свою ничтожность перед Богом, и Бог начал действовать просто через песню. Там не было оркестров, хоров, все там, там просто, просто пели эту песню, эти слова, гимна, эта музыка, все, и люди начали выходить и обращаться к Богу. А осознание своей грехи, ну что Дух Божий начал действовать. А можно же спеть так, можно же так же сделать, все. Но вот когда человек возрождается, у него все встает на свои места. У него есть тяга, желание общения с верующими. Желание общения с верующими. Вы когда-нибудь были где-нибудь в незнакомом месте, в незнакомом городе? Мы однажды с женой приехали в город с своим родственниками, они неверующие, гуляем по городу. Ну, посмотреть город, интересно. Там набережная Челны, там, знаете, по блокам построены. Там завод КамАЗ, и в свое время его строили там японцы разные, там французы, европейцы разные. И вот мы идем, гуляем по этому городу. Мы смотрим, как интересно, вот это, вот это построено. И смотрим, гуляет муж и жена. Слушай, жене говорит, слушай, похоже, они верующие. Мне тоже кажется, они верующие. Мы подходим, слушайте, а вы не верующие? Верующие. А как вы догадались? Да как-то не знаю, что-то внутри произошло, ну вы точно верующие. А они, оказывается, приехали в эти набережные из Москвы, у них тоже кто-то из друзей есть, и они вышли погулять, и тут мы встречаемся. Все, говорит, да я так и надо отпраздновать, пойдемте в какой-нибудь ресторан. Я говорю, ну пошли, пойдемте. Прихожу домой, рассказывая своим неверующим родственникам, а где вы были? А мы в том ресторане, ничего себе, вы такие богатые-то. Да нет, говорит, нас вот встретили верующие. Каких верующих? Мы тут никого не знаем, сколько мы живем в этом городе. Каких верующих нашли? Потому что, когда ты возрожден, то их желание у тебя есть общаться. Ты приходишь, ищешь найти святого. Тебе желание где-то есть, где-то найти какую-то искорку. И ты нашел, у тебя есть желание общаться. Не то, что с этими, с этими, что с этими общаться? Это сплетники, это там наговорщики, а тут у него там папа, брат, сестра. Они просто такое про меня сказали с ними, да, ну, здрасте, все. Не, мы, мы-то мы, да. А они, это городские все, это там такие все. А это, а это, это там поселковые, знаете, сколько такого дешевого христианства. Сколько это, понимаете, и думаешь, так вот смотришь, когда это есть, это вообще человек, у него вообще есть желание общаться с Богом. Но когда ты возрожден, у тебя есть это. Друзья, когда ты возрожден, у тебя происходит желание в молитвенном прибыть времени, когда ты молишься и читаешь Писание. Ты просто молишься, читаешь, размышляешь, записываешь, какие-то истины на тебя поражают. Ты просто можешь сидеть над Библией тихонечко, или книжку, ты читаешь, размышляешь, и просто плачешь о том, что надо же, как Бог действует. Как хорошо, как действует Бог. Как это здорово, как это прекрасно, как мне один позвонил, слушай, это такая жизнь христианская, такой кайф вообще, я не знаю все. Он из харизматов хочет перейти, рассказывает, мне понравилось, как вы все объяснили. Да, это действительно такая жизнь. Я думаю, это человек, который просто таким современным языком выражает, как у него есть желание, как у него есть такая радость жить христианской жизнью. У человека, который возрожден, у него есть такой мир на сердце, вот просто покой на сердце. Его покой не зависит от того, сколько, как у него, что там произошло, какие-то обстоятельства, все. Он может так вот найти, просто в таком тихом уединении, покой, и он всегда спокойный. Это не человек, который комок эмоций, который всегда, если у него что-то там есть, он всегда, он всех вокруг себя заведет, все вокруг такие все, ему сразу легче становится. Нет, как-то Бог работает. У него новое самоопределение, у человека, который возрожден. Он понимает, кто он есть, для чего он и как он. У него есть вот эта идентификация, кто он есть, для чего он живет, что, какая у него впереди будущность, как у него все, у него в жизни все на своих местах. Это, можно сказать, новые принципы жизни у него появляются. Если раньше вот приходит человек на молодежь, знаете, и вот ему скучно, да, он человек такой, что он, ну, в мире он сильно не любит общаться, он общается только с теми людьми, которые хорошо знают. И вот, а эти люди, так случайно, такая случайность оказалась, что эти люди только в церкви. И вот он приходит, сидит таким кислым вином, смотрит на тебя. Ну да, ну спросили, сказал, получается, нет, отстаньте, все. Ну вот, зато после молодежи, там пообщали, что-то поговорили, вместе прошли. Вот это его круг общения. А потом смотришь, надо же, что-то у него, принцип-то поменялся, он хочет что-то делать. Дайте, можно я поучаствую? Знаете, он внутри такая тихо-радостная, в душе меняется. Дух Божий, работай с ним. Конечно можно. А можно я там? Конечно можно. Один говорит, а кем ты хочешь быть? А я хочу быть руководителем молодежи. Хорошее желание, Да благослови тебя Господь. Я думаю, как же, с чего он уже начнет? Знаете, с чего он начал? Молодежный лагерь, возьмите меня, говорит, а куда тебя взять? Да любую работу буду делать. Хорошо. На кухню пойдешь? Конечно пойду. Весь молодежный лагерь, работал на кухню. Поехали кататься на лыжах, все. Да я, наверное, останусь. Я знаю, думаю, и верю, что из него получится хороший руководитель. У него появляются новые принципы в жизни. Не себячество, а послужить другим. И, друзья, у него появляется новый выбор, и он выбор делает правильный. У него появляется любовь к Писанию, любовь к людям. И, друзья, если все-таки мы возрождены, я думаю, что в нашей жизни мы будем четко знать, что мы возрождены. Сомнения бывают от того, что у меня четко нет вот этой даты, и нет, может быть, вот этих чувств. Но мы не на чувства должны ориентироваться. Если я буду, а сегодня плохая погода, сегодня у меня физическое настроение тяжелое, сегодня я принимаю какие-то препараты, которые, мое внутреннее все, у меня чувства никакие. И еще теперь не спасен, не возрожден, все плохо, жизнь несчастна, все, не хочу жить. Завтра солнышко, все, хочу, возрожден, слава Богу, все. Понимаете? Но наше не чувство жизни мирит. Есть сначала факт того, что мы раскались, осознали свою греховность, искренно раскались, осознали свою греховность. Потом есть вера в то, что Христос меня простил на основании Писания фундаментально. А потом уже чувства, а чувства бывают такие и такие, но не суть важна. Вера и факты, это самые сильные аргументы. Факт того, что меня простил Бог, основывается на моей вере, вере в Писание. Мы же верим в Бога Библии, а не Бога чувств. Знаете, Никодим, когда пришел к Иисусу, он понимал, к кому он идет. Он понимал, что этот человек, пришедший от Бога, он от него хотел получить ответ, что делать дальше, как быть. И он говорит, тебе надо возрождение. Если ты будешь возрожден, ты получишь Царствие Божие. Все в твоей жизни поменяется. И дальше, что можно сказать еще? Это человек, который когда возрожден, мы отделяемся от мира. Почему мы здесь? Почему мы ходим в дом молитвы? Почему мы ходим в дом Божий? Потому что мы возрожденные. Потому что мы живые. Потому что у нас есть желание. И если ты пришел сюда еще, ты невозрожденный. Может быть, ты сидишь здесь. Но если ты невозрожденный, если ты не осознал свою греховность и искренне не раскаялся пред Богом и не искал вот этой жизни с Богом, то, может быть, ты и телом здесь, но душа твоя вдали от Бога. Ты не здесь. И если мы возрождены, друзья, я верю, что много из нас таких, у нас есть любовь в ближнем. Понимаете, любовь в ближнем, это больше, чем просто сказать привет. А подчас у нас даже такого христианского, просто подойти и поздороваться, сказать привет, улыбнуться, сказать привет, протянуть руку. Сложно? Понимаете, у нас же все рассложно. С этим не приветствую, с этим привет, с этим разговариваю, с этим улыбаюсь, с этим шепчусь, с этим секретничаю, а с этим, ну, это вообще душа компании. А с остальным еще? А с этим, привет. Друзья, ну, это плоды вообще возрожденного человека. Если ты еще до сих пор, не взрослый, то стоит вопрос, а вообще, как у тебя вообще не с Духом Божьим? Когда мы возрождены, у нас другое отношение ко греху. Мы не оправданы своим естественным любопытством нашей всей жизни. Там, 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 ну, это естественное любопытство, что-то такого. Хорошего держаться. Да, это глупость и все. Это просто наше нежелание того, чтобы Дух Божий действовал в нашей жизни. Знаете, когда я вот эти все перечисляю мысли, мы так уже с братьями переговорили, тут возникает как бы две опасности. Одна опасность загнать всех в тупик и сказать, что, знаешь, ты не возрожденный, а люди реально возрожденные. Вторая опасность, чтобы не сказать, не задрать такую высокую планку большую, ты никогда не сможешь так жить. Хоть ты и возрожденный. И я думаю, что это и это все избегается, когда мы понимаем, что во главе всего мы не отвечаем, люди, за возрождение. За возрождение отвечает Бог. Мы своей человеческой волей можем согласиться, Господи, я грешник, я нуждаюсь в Тебе. Я хочу, чтобы Ты изменил мою суть жизни, чтобы Ты изменил мое направление в жизни, чтобы у меня в жизни были новые принципы, чтобы у меня другое было отношение к греху. Я не играю с грехом, я не сорю этими грехами, не рассказываю о них, и не просто так прихожу, а, ну что, ну да, вот такая беда у меня все случилась. Я понимаю, что грех – это большое зло, и я отворачиваюсь от него. Когда человек возрожденный, Бог работает. И хочется задать вопрос тогда, если мы понимаем, что это действие Божие, можем ли мы, зависит ли это как-то от нас? Можем ли мы как-то повлиять, можно сказать, ну я не возрожден, это не моя вина, это Бог виноват. С Богом спрашивайте, почему так происходит в моей жизни? Если бы я был Бог, если бы я мог сказать все. Знаете, немало текстов, которые говорят, что все-таки это двусторонняя часть. Один из них, когда пришел вот это доказательство того, что пришел человек, учитель к Иисусу, Иисус ему говорит, должно родиться свыше, должно это, значит, должно это произойти вследствие чего-то. И он объясняет ту цену, которую Бог платит, для того, чтобы мы могли получить возрождение. Цена эта, это страдание, смерть Господа, Иисуса Христа. Цена – это любовь к нам, жалким грешникам. Цена – это сошествие Духа Святого, Который работает в нашем сердце. И он работает и производит хотение действия по воле Божией. А моя часть – это моя воля, которая соглашается с тем, чтобы Дух Божий действовал в моей жизни. Хотя после возрождения наша воля, она становится покладистой. Мы живем по воле Божией. Мы хотим исполнять то, что воля Божия. Поэтому, друзья, мы сегодня у вас уже утром уже говорили на эту тему, чтобы мы давали простору действия. В каком отношении к Духу Святому, это может быть следующая тема. Но возрождение – это действие Божие, сугубо действие Божие в ответ на наше согласие с тем, что мы греховные, что мы нуждаемся в прощении, нуждаемся в покаянии, нуждаемся в действии Духа Божия. Хотел бы призвать нас помолиться к тому, чтобы мы действительно проверяли себя, возрождены мы или нет. Потому что, если я не возрожден, какой бы я ни был воспитанный, хороший, замечательный, я не спасенный. Я не увижу Царствие Божие. Как бы ты ни сидел, как бы ты ни выглядел, как бы ты ни говорил, ни пел и ни служил, если ты не возрожденный, ты погибнешь со всеми грешниками. Но если у тебя есть понимание, осознание того, что тебе нужен Бог, тебе нужно быть там, где действует Бог, тебе нужно быть в Церкви Божией, там, где Бог работает, тебе нужно не противиться действию Духа Божия. И Бог произведет это в твоей жизни. Потому что Бог не выбирает кого-то для одного, кого-то для другого. Наш Бог не такой Бог. Он всех любит. И об этом Он свидетельствует Никодиму. Нет выборки. Это не те, Никодим, ученики, которые способны по финансово тянуть эту учебу или по какому-то положению. Нет, Никодим, это не те ученики. Это не только твои ученики, это все. Смотри, кто рядом со мной, Никодим это видел. Это были мытари и грешники. Первые шли в Царство Небесное. Никодим это понимал. И он понимал, что ни его происхождение, ни его ученость, ни его богословие, оно ничего не дает ему. И он понял вот это состояние, что ему нужно, чтобы в его жизни произошло вот это возрождение. Друзья, хотелось бы, чтобы мы помолились за тех, кто не возрожден. И хотелось бы помолиться за тех, кто возрожден, чтобы не сомневался. Потому что мы же понимаем, что сомнения тоже бывают. И сомнения часто, это может быть наше незнание, может быть наше сомнение подчас того, что мы не опираем наше возрождение на чувства какие-то. Есть Писание, есть факты Писания, есть вера в Господа Иисуса Христова. Все им, через Него и к Нему. Поэтому во главе всего это наш Господь. А наша человеческая воля говорит Иисусу, когда Он зовет нас в покаяние. И потом, когда мы уже возродились, возродил нас Бог в новой жизни, все у нас есть. Это не говорит, что все остальное легко будет и так далее. И дальше, отвергни себя, возьми крест свой ежедневный, следуй за мной. То есть каждый день тебе нужно подтверждать твой выбор. Каждый день свое возрождение подтверждать в жизни, что действительно, ты от этого и от этого, от этого. И чтобы не получилось, что мы опять перешли в стадию Никодима. Вот такая же голова полная знаний. Даже в дом молитвы не заходят. Вот такие представления высокопарные о богословии, о поправедях, о всем служении, о всем, что должно быть в церкви. Мы все готовы расставить, мы все все знаем, но ничего мы не меняем, не делаем. И начать нужно с себя. Никодим правильно пришел к Иисусу. Господи, что делать? Как быть? И если ты сегодня с этим вопросом, приди, как Никодим, к Иисусу. Ты получишь ответ. И когда ты получишь ответ, действуй так, как говорит тебе Слово Святое и Сам Господь Духом Святым. Добавил Сынстан в этом Господь. Помолимся. Аминь.